Действительно, я вам скажу, не жизнь, а сплошная нервная патология. У меня в семье с утра начинается, жена начинает. Я отдала тебе лучшие свои годы, лучшие годы тебе. Это надо понимать, что меня ждут худшие. В последнее время у неё какая-то грубая манера появилась. Принеси кофе. Ну ты хоть попроси по-хорошему. Принеси кофе по-хорошему. У неё из всего лица только губа, не дура. Только губа, да. Грубая всё время манера. Все мужчины скоты. Это что получается? И я тоже. Не волнуйся, ты домашний. А когда она уселась на моём компьютере, я вообще отшизел. Я такого вируса вообще никогда не встречал. Прихожу как-то из бани, говорю. Чё-то с меня за массаж много взяли. За массаж лица. Так у тебя и табло не маленькое. Дочка со мной хитрит. Папочка, я к тебе на минуточку. Только поцеловать. Поздно. Говорю, мама уже поцеловала, все деньги вытрясла. Сынуля меня изнервировал всего своей учёбой. Недавно классно и звонил и жаловалась. Ваш Вовка в сочинении по переменному току написал, ток переменный, а шарахает постоянно. Обнаглел в последнее время. Учительница у него спрашивает, что происходит с телами при нагревании. Он ей беременеет. А в сочинении выдал мысль. Человек без мечты, как птица без крыльев. Гадить может, летать нет. Биологичка попросила его назвать трёх экзотических животных. Он её назвал Бляха-Муха, Ядрёна-Боша и Ёшкин-Кот. Я его месяц убеждал, что писец – это такой зверёк. А не когда плохо. А полный писец – это когда зверяка перекормили. А не тот, который подкрался незаметно. Нервы сплошные. Недавно над машиной моей надругались. У меня джип, ну не новый, ну как новый. На нём очень фирменно написано 4х4. Вроде 4 помножить на 4. Так какая-то пьянь ночью мне гвоздём нацарапала. Равняется 16. Я поехал в этот техцентр. Закрасили, замазали, заполировали. Эти годы опять написали. А всё-таки равняется 16. Я опять поехал в техцентр. Там уже мне фирменно написали. Равняется 16. Так эти гады опять нацарапали. А вот теперь правильно. Я вам скажу, с этой машины неприятности, нервов больше, чем удобств. Гаишник недавно пристал. Почему свет не включили в туннели? Откуда я знаю, где у вас тут выключатель? Свет ему включай. Бегай. Жена пристала ко мне. Почему в машине какой-то не такой, как надо, аромат? Так что ж ты хочешь? 120 лошадей! Недавно поволокла меня на день рождения, что ли, какой-то своей очередной тети Моти. Я там весь вечер шизел. Весь вечер за столом меня дергал. Соблюдай этикет, соблюдай этикет. Весь вечер соблюдал этикет, ушел голодный. К тому же приревновало меня к какой-то особе. Я на нее как не так, как надо посмотрел. Жена мне шепчет за столом. Если будешь тут кабелировать, дома приставлю к уху пылесос и высосу все мозги. Что ты в ней нашел? У меня у самой ножки, как в магазине куплены. Ну правильно, ножки в магазине куплены, а голову на сдачу дали. И нечего меня ревновать. У китайцев вообще нет такого понятия изменил. У них есть понятие перепутал. И вообще сплошные нервы. Аж сердце болит. Пошел к врачу, говорю, доктор, у меня в груди что-то шипит. Он говорит, что пригрел, то и шипит. И нечего тут додать. А недавно из-за чего поссорились. Это вообще чума. Что-то люди перестали друг другу понимать, что ли. Жена мне сказала, что будет меня ждать возле большого театра. Она у меня интеллигентка в маминой кофте. В машине сиреневого цвета. Я обыскался эту машину. Двадцать раз обижал этот очень большой театр. Нет машины сиреневого цвета. Потом оказалось, что машина белая. Ты ж сказала, что машина сиреневого цвета. А что, сирень белой не бывает? С ума сойти можно и не вернемся. Спасибо за все.